Девица, да красавица, не забудь мне молодца. 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 Так, теперь этот чат включи, пожалуйста. Девица, да красавица. Девица, да красавица. Девица, да красавица. А это кто? Не знаю. Ну, не важно. Дальше, да? Все, хорошо. Да? Идет нормально? Добрый вечер. Сегодня 23 сентября, 20 часов, мы в прямом эфире, передача «Хроника счастливых путешествий», мой гость Дима Стахов. Прекрасный писатель, к тому же еще и психолог, журналист и прочее, и прочее, и прочее. Да. Работать и жить? Ну, когда-то было такое. Оно появлялось, оно иногда и сейчас появляется. Вот, было, да. А в какой? Ну, я не такой, в моем списке стран не так их много. Ну, мне, например, очень нравится Франция. Хотя я не знаю французского языка. А жить во Франции и не знать французского языка, это, в общем-то, глупо. Насколько я знаю, в Соединенных Штатах, где я тоже был, там можно обойтись. Особенно в некоторых городах. Английским. Английским, но сто слов можно знать. И, в общем-то... Ну, а сто французских слов? Там нужно, там тонкости. Там все-таки нужно очень... Насколько я знаю, и насколько мне говорит мой собственный опыт пребывания во Франции, там просто знать французские слова недостаточно. Там нужно их уметь хорошо произносить. Это очень важно. То есть, надувать щеки не получается, да? Не получается, нет. Ну, надувать щеки... Вообще-то, можно надувать надувать щеки, а потом все равно это всплывает. Что кроме этого ничего нет. Кого я не спрашивал, да и, наверное, все анкеты по этому поводу, на вопрос, что бы вы хотели делать, если было бы у вас свободное время и деньги, ну, 99, ну, 95% отвечают, что путешествуют. Очевидно, это все-таки одно из таких основополагающих желаний людей. Что ты можешь по этому поводу сказать, как психолог? Ну, как путешествие обычное... Именно почему? Почему именно путешествие? Ну, потому что путешествие, это, так сказать, очень... Такая для человека, любого, это очень интересно, это развивает, это приключение, открытие нового. Потом все мы стремимся к известной доле, в известной степени к праздности, а путешествие обычно. Это все-таки не работа, за исключением каких-то таких путешествий с какими-то практическими, прагматическими целями. И поэтому люди стремятся в путешествия, чтобы отдохнуть, развеяться. Но я уверен, что в какой-то момент люди начинают, находясь в путешествии, хотят вернуться домой. То есть очень хорошо, тоже нехорошо. Мне рассказывали... То есть они хотят, перебью, извини, вернуться домой, чтобы почувствовать, что им слишком хорошо, и они хотят опять плохое, что ли? Нет, почему плохое? Зачем такие оценки, что там хорошо, а тут плохо? Просто люди устают от удовольствия. Удовольствие утомляют. Мне рассказывал один знакомый, он плыл вокруг Европы. Они выплыли из... я не помню, откуда. И они возвращались с севера, через Балтику. И когда подплывали Копенгагену по узким шхерам там, или как они называются, то один человек стоял на палубе, смотрел на туманный берег датского королевства и сказал, да ну ее Данию, скорее бы домой. Вот. В этом есть определенная логика в таком взгляде у человека. Вот. Что очень хорошо, тоже нехорошо. Но лично я бы с удовольствием отправился в длительное путешествие. Вот, например, в кругосветное. Но чтобы потом вернуться, а не залипнуть где-нибудь на огненной земле, или скажем... Хотя некоторые люди вот живут на Таите и радуются. Как ты считаешь, что для тебя конкретно, как писателя, журналиста, который, в общем-то, в большинстве случаев ездил в путешествия, в общем-то, по делу... В основном, да. Да. То есть, что для тебя конкретно, для тебя путешествие? Можешь, несколькими словами, может быть, дать алгоритм какой-то путешествия? Ну, наверное, алгоритм я дать не могу, но просто в моем случае... Вот у меня не было путешествий, поездок, когда бы я куда-то ехал, и, приехав, как бы был абсолютно потрясен, как бы не ожидал. Вот я не ожидал увидеть что-то. Я ездил обычно в те поездки, когда я уже как бы предполагал, что я увижу нечто, какие-то достопримечательности, какие-то красоты природы, каких-то более-менее конкретных людей. Но эти ожидания очень часто я, вот, как бы думал, вот я увижу такое-то место. Но иногда в моей жизни случалось так, что то, что я видел, настолько было, как бы не соответствовало моим ожиданиям, что это производило просто ошеломительный эффект. Ну, а может быть, у тебя некая запрограммированность была от того, что ты, что называется, ездил в тур, а не в путешествие? То есть, где уже как бы обозначено, где ты остановишься, что ты посмотришь? Ну, нет, было обозначено, где я остановлюсь, что я посмотрю, тоже было, потому что в этом месте другого просто нет. Вот. Но в такое вот путешествие, действительно, вот в таком классическом определении этого слова, путешествие, как там Пржевальский, идет по степи, увидел лошадку, назвал своим именем. И вот таких путешествий у меня не было. Я очень завидую людям, которые могут, во-первых, а, себе позволить, и, б, у которых есть такая внутренняя энергия на такие путешествия. Это особые люди, мне так кажется. Твои путешествия были счастливыми? Хороший вопрос. Ну, в общем, да. Ну, у нас передача называется «Хроника счастливых путешествий». Да, счастливыми. Поэтому я прошу, обычно я в конце передачи, ну, вот раз так зашел разговор, есть ли, опять же, какая-то модель счастливого путешествия, то есть, которым можно поделиться людьми? Ну, опять же-таки, это мне неохота произносить какие-то заумные слова, но я позволю себе, некоторым это кажется, может быть, даже такой банальной вещью, но счастье, оно находится внутри. Если у человека нету внутри какого-то ожидания счастья, ожидания, ну, извините за это слово, удовольствия, то перед ним там будут раскрываться самые красивые пейзажи, он будет встречать самых интересных людей, а на лице у него будет недовольная гримаса, и он будет говорить, ну, вот еще. Это как знаменитый анекдот про такой старый, старый анекдот про оптимиста и пессимиста, как положили им под подушку, они были близнецы, положили, да? Хороший анекдот. Да, положили катышек, лошадиную какашку, да? И пессимист увидел и заплакал, и говорит, вот опять дерьмо под подушку подложили. А оптимист посмотрел, говорит, а мне подарили лошадку, только она сейчас побежала гулять. Понимаете, вот тут в этом все дело. Надо быть, не надо быть безоглядным оптимистом, и, так сказать, на тонущем корабле говорить, что, мол, все отлично, все хорошо. Вот, но с другой стороны, если у человека нету вот этого ожидания, к сожалению, очень многие люди как бы настроены, они говорят, ну, чего тут, а сама, вот ничего интересного, ничего нового. Иногда это даже, вот если с точки зрения психологии, это некая защита от впечатлений. Иногда впечатления настолько сильны и настолько бьют по каким-то внутренним струнам, что человек начинает как бы защищаться и говорить, а, это все фигня, я все это видел, я это знаю, ничего особенного. Вот так. Наверное. Ну, вот ты обронил, что даже в таком запрограммированном путешествии тебя что-то очень сильно поражало. В каких это было странах, и что именно тебя так поражало, что можешь поделиться? Ну, во-первых, ну, не знаю, там, в Израиле меня поразил в старом городе в Иерусалиме сам храм гроба Господня, который я совершенно не ожидал, что он именно такой. Когда я увидел этот маленький дворик, значит, крохотный, это, правда, гигантский храм, но ожидания были совсем другие. На Корсике меня поразили. В основном я обращаю внимание на людей. Мне очень интересны люди в других странах. Они вроде бы тоже ходят на двух ногах, разговаривают языком, на языке каком-то. У них вроде бы очень близкие со мной какие-то мотивы, и устремления, и предпочтения очень часто, но они всегда очень сильно отличаются. И вот общение с какими-то людьми, это всегда очень интересно. Еще раз просит повторить твое имя и фамилию. Дмитрий Стахов, помимо того, что он, все-таки, я считаю, путешественник, он прекрасный писатель, психолог и журналист. Поговорим о твоих хобби. Они у тебя вообще есть? Хобби? Да. Да, пожалуй, нет у меня хобби уже. То есть, работа, работа. Работа, работа, да. Но, как бы, хобби... Когда-то я собирал марки. У меня есть какие-то увлечения. Я, например, люблю футбол. Когда-то я в него играл, а сейчас я его в основном, конечно же, смотрю. А так, в общем-то, работа, работа. Да, я помню, ты вроде бы лошадьми увлекался. Лошадьми увлекался, да. А я когда-то... Ну, это тоже было когда-то. Я занимался конным спортом. Кстати, вот на корсике я очень сильно упал с лошади. Если кто будет на корсике и будет кататься на лошадях. Помните, что лошади там мощные, крепкие. Инструктора обычно на корсике, они спрашивают, ну, как, в седле умеете держаться? Люди отвечают, уи! И садятся в седло, и инструктор мчится по горной дороге, по горной тропе. А вы поспеваете за ним. Правда, это необычайная красота. Он устраивает перед этим, перед горной дорогой, скачки по пляжу, с заездами в бушующие волны. Все это восхитительно. Но надо быть очень подготовленным и осторожным. Слушай, ну, а кто-то, наверное, падает там и вообще... Ну, во всяком случае, когда... На западе скандал, там, если что-то еще сломает, не дай бог. Ну, мы упали втроем. Мы выскочили, ушли в ложбинку и выскочили из ложбинки на гребень горы. И вот при выходе на гребень горы из нашей группы, по-моему, 7 или 8 человек, плюс инструкторы, трое, значит, оказались. Причем по объективной, объективной. Я был, наверное, самым продвинутым, профессиональным, я бы даже так сказал, всадником. Ну, как обычно, как в плавании. Обычно те, кто не умеют плавать, они не тонут, а вот тонут хорошие пловцы. И, кстати, одна дама, француженка, она тоже, она была вся экипирована в специальных сапогах, ботфортах. Вот мы, так сказать, было больно.